Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «13 этаж» и сегодня к нашим телевизионным высотам поднялась, вернее, мы попытаемся подняться к высотам яркой личности народной артистки нашей страны, лауреата Государственной премии, знаменитой балерины Илзе Лиепа. Илзе, здравствуйте! Рад приветствовать вас в нашей студии. Здравствуйте! Мне тоже очень приятно быть гостем вашей студии, гостем вашего края. Я приехала сюда по приглашению Елены Андреевны Вторыгиной, депутата Государственной Думы, чтобы принять участие в конференции о роли женщины в крае, городе, стране. Я приехала, в конце концов, на родину своего мужа Михаила Васильевича Ломоносова. Ну, как раз о родине мужа. Речь идет о фильме, который вышел на экраны 30 лет назад. Зачем вы говорите даты? Ну, кому это интересно? Ну, как некоторое время назад вышел фильм. Некоторое время назад вышел фильм. И вот все это время вы питаете особые чувства к нашему поморскому краю, я так понимаю. Вот Архангельс часто называют городом, который хранит и чтит традиции. Вот вы сегодня почувствовали, что этот город действительно хранит русские традиции? Ну, вы знаете, все мое пребывание здесь с первых минут и все, что происходило на конференции, совершенно меня потрясло. Просто горячие сердца, горячие глаза, море неравнодушных женщин, которые хотят отдать свою душу, сердце, силы на то, чтобы сделать жизнь вокруг нас лучше. И я потрясена и выступлением Елены Андреевны, потому что, работая вместе с ней в Москве в общественном движении «Союз женских сил», с одной стороны, знаю ее масштаб, ее харизму, с другой стороны, сегодня услышала, сколько же всего сделано за это последнее время. И, в общем, потрясена. И удивительно, что я тоже в эту жизнь вписалась. Не знаю, очень хочу, чтобы то, что сегодня произошло, и наше подписание наших договоренностей с главой города, и моя встреча с губернатором, много всего намечено, намечено реальных вещей, реальных шагов. И о том, чтобы Архангельск, возможно, стал северной столицей нашего конкурса, фестиваля детского любительского творчества. Это огромный образовательный проект, который, ну, я просто с трепетом 6 лет его веду. Фестиваль «Волшебная туфелька». Фестиваль «Волшебная туфелька» — это отборочные, да, его этапы. А на самом деле фестиваль уже вырос в Россию танцующую, и в этом году он выйдет на сцену Большого театра. И как я мечтаю, что когда-нибудь коллектив из Архангельска и вышел на сцену Большого театра, и чтобы он вошел в программу вот этого гала-спектакля, который создается потом с лауреатами, чтобы ваши дети смогли принять какого-то выдающегося хореографа, принять участие в таком специальном спектакле, который будет для них делаться. Возможно, мы откроем здесь нашу школу-студию, мне бы очень хотелось. Вот сейчас такая студия помимо Москвы открылась еще в Санкт-Петербурге, и мне бы было очень радостно. И вы знаете, как удивительно, что сегодня конференция, в буквальном смысле, порхала тема танца. И было выступление представителя здравоохранения о том, как танец может оздоравливать людей. И было выступление молодой участницы конференции о том, что вообще неплохо бы такой огромный-огромный регион сделать так, чтобы здесь был оперный театр, чтобы здесь был балет, чтобы здесь был оперный коллектив. Ну, вот вы знаете, когда меня спросили, что нужно для того, чтобы это осуществилось, я сказала, что нужно только... нужно горение сердца, нужны заинтересованные неравнодушные люди. Также когда-то балет создавался в Китае, в Корее. Ну, послушайте, мы-то здесь в России, где балет – наше национальное достояние. Почему бы нам не взяться за руки и не сделать балетную школу? Когда будет школа, тогда будет и театр. В общем-то, наверное, это и есть миссия благотворительного фонда «Культура детям», который вы возглавляете, я не ошибаюсь. Да, совершенно верно. И сегодня вот в нашем подписании такого пути наших намерений о сотрудничестве с городом и с благотворительным фондом «Успех» мы как раз говорили о том, что мы можем сделать для наших детей. А наши дети – это наше будущее. Это те, кто будет жить завтра в нашей стране, в мире. Поэтому от того, какими мы их воспитаем, зависит будущее нашей страны. Вы не раз говорили о том, что наших детей, грубо говоря, сегодня нужно спасти, помочь им. А спасти от чего? Вы знаете, никогда в истории человечества настолько активной не была пропаганда безобразия, пропаганда греха, если это понятно. Потому что средством массы информации, вы посмотрите, стоит включить интернет-телефон. Любой юный, юноша или девушка может включить телефон и увидеть массу информации, которая не нужна. Тем более, что говорить о детях младшего возраста. Хотя мы пытаемся снабдить их телефонами, потому что мы хотим как-то их не только контролировать, а быть уверенными, что с ними все в порядке. И, вы знаете, одна моя приятельница, мама, мнением которой я дорожу, купила своей дочери телефон и приложила разработанный ею самой контракт к пользованию телефоном. И это забавно, но это очень серьезно, понимаете. Вот такие контракты мы сейчас люди, неравнодушные родители, у кого есть дети. Вот такие контракты мы, к сожалению, должны сейчас, такими контрактами мы должны ребенка ограждать практически везде. В пользовании телевизором, в пользовании интернетом, во многих-многих вещах. Поэтому вот мне кажется, что уберечь от этого ребенка невозможно, но можно дать ему такую инъекцию хорошего вкуса, инъекцию правильных увлечений в жизни. И танец, и искусство – это то, что имеет в своей основе красоту. А красота, она всегда гармонична. Ну, кстати, о красоте и о красивых, прекрасной половине нашего человечества, о женщинах. Сегодня вы приняли участие в съезде городского отделения нашего Союза за женщин России. И позвольте себе привести ваши слова. Вы сказали как-то, потому как ведут себя женщины, можно судить о духовном состоянии нашего общества. Вот о состоянии нашего общества в целом в стране и здесь, в Архангельске, что вы можете сказать? Ну, вы знаете, Архангельск, Архангелогородки, как красиво звучит, удивительные женщины. Удивительные женщины, северные женщины, но с горячими сердцами, с удивительной душой. И просто я сегодня получила огромное удовольствие от общения, от личностей, с которыми я общалась здесь. И очень мне радостно, что Елена Андреевна Вторыгину мы видим и в Москве. И там тоже я свидетель того, как ваша землячка удивительно проявляет себя и в политике потрясающе, как она доносит заботы и проблемы своего края до представителей власти. Ну, в общем, одним словом, я надеюсь, что сегодня в этом теплом кругу женщин мы наметили какие-то пути, которые будут нас связывать и последующий год, и не только год, а годы. И скажу еще об одном нашем проекте. В этом году исполнилось 80 лет моему отцу. Несмотря на то, что он ушел из жизни больше 30 лет назад, но его помнят, его любят, его искусство по-прежнему незабвенное. В Большом театре будет вечер его памяти в декабре. И мы договорились о том, что, может быть, вот такой вечер с уникальными артистами, с уникальной концепцией мы привезем и в Архангельск. Будем очень ждать. И я так понимаю, что балет сегодня как никогда современен, несмотря на все новшества, век информационных технологий, мультимедиа, шоу, вот что называется. Это правда, да. Это правда. Вы знаете, балет – это тот вид искусства, который не нуждается в переводе. И если он талантлив, то он затронет каждое сердце, я вас уверяю. Я думаю, что я буду неоригинален, если сделаю вам комплимент о том, что вы очень красивая женщина, замечательно выглядите. И, наверное, каждый интересуется, в чем же, в чем же секрет красоты Илзлиепа. Ну, вот, может быть, вы приоткроете завесу тайны. В одном из интервью вы сказали, что главный секрет – это умеренность. Это так. Умеренность во всем. Умеренность и движение. Понимаете, я вам сказала и повторю, что сегодня одна из выступающих на конференции представитель здравоохранения предложила путь к молодости и здоровью через танец. И тогда весь зал, представьте себе, весь зал, все женщины встали и стали танцевать. Звучала музыка, и я тоже танцевала с удовольствием. Я спросила потом, надеюсь, что я вас не подвела, получила положительный ответ. Нет, поэтому танец, движение и умеренность. Наверное, так. Ну, можно сказать, что первый мастер-класс вы сегодня уже провели для наших северянок. Это не я, в том-то и ценность, что это не я проводила, я была участником. А проводили ваши архангельские женщины. Я благодарю вас за беседу, за настроение и позитив, с которым вы пришли к нам сегодня в студию. Спасибо вам, удачи и до скорых встреч. Спасибо, спасибо. Всего доброго. Удачи вам, дорогие друзья. До скорой встречи в эфире.